Из стольких черенков, ни одного не прижившегося, надо искать другую причину. Понимаете? Просто вам придется нелегко, я понимаю в этой жизни. У меня есть несколько случаев, которые, правда, ко мне отношения не имеют ни малейшего, ни мои черенки. Значит, я получал несколько жалоб от людей, количество, допустим, от полушотни до трехсот. А, триста, это чуть ли не на моих глазах. Здесь один товарищ, глядя на меня, пробовал повторить такой же успех, когда привитые саженцы были очень востребованы. И видя, что ко мне подъезжали машины одна за одной, и саженцы уходили в лед. Он сделал триста прививок. Это был первый случай. Триста мертвых. Потом я же его учил прививать. И на второй год у него получилось примерно двадцать процентов уже где-то из двухсот. Вот. То есть, и еще такой момент. Это имеет отношение к вами или нет? Этот случай, я его приводил в своих книгах, в этих фильмах. Я приводил этот случай. Дело в том, что у этого парня, мужика, золотые руки. Он и около десяти профессий. Токоль, слесарь, сварщик. И тончайшую работу умел делать. И я специально смотрел, как он прививает. То есть, он делал два идеальных среза. Я же его учил. Вот. И вот на второй год у него получилось только привился каждый пятый. Вот. И, наверное, есть такое еще понятие, как энергетика в руках. Наверное, тоже не заскидывать. Возможно, для вас это чушь, что я говорю. Вот. Значит, на что вы прививаете, это называется биологическая несовместимость. Я понятие имею, на что вы прививаете раз. В каком состоянии были подвое. Спали. И у меня, кстати, вебинар будет. Вебинар этот будет послезавтра. И на этом вебинаре, если я успею, а не на этом, тогда на следующем. И еще раз я скажу про сроки. Потому что мне присылают ролики. А там одни говорят, надо прививать до сокодвижения. Что глупо. Другие ни в коем случае во время сокодвижения. Это глупо. Неправильно. И смертельно. В третьем случае только когда листья зеленые появляются. И тоже, я считаю, неправильно. Вот. Я учусь так, как сам прививаю. Какая у меня приживаемость? Ну, порядка 98-99%. Эти же черенки. Вот. Справка еще напоследок. На прощание. Имейте в виду, что я заготавливаю черенки на прививку. Я их сделал в этом году немного. Около сотни штук. Потом буду ходить и показывать каждый из них в фильме. Вот. Тем более, что попался такой оппонент, как вы. И, как говорил этот Высоцкий, я этим только разодорен. Так вот, от чего я разодорен? Из этих же самых... Не так. В этих же условиях у меня хранились черенки, нарезанные в декабре месяце для себя. По одному по два черенка самых уникальных сортов. С декабря месяца. Единственная разница между моими и вашими, это неделя, когда ваши попали в тепло. А мы сразу из холода. Вот. Дальше ночью в воде. Без всяких фунгицидов. Это глупость невеличайшая. Вот. Когда надо обязательно еще и попортить черенки. Чем угодно. Фунгицидами портят этими самыми. Господи, я тоже повторять не буду. Аж тошнит. Так вот. Значит, напоследок. Разница только в том, что неделю шло по почте. Есть ваши почки. Тут два варианта. Почки не проснулись, потому что мертвы. Что трудно было заметить это. Вот. Или остатки от черенков поставить в воду. Убедиться, что они проснулись. Вот. Это вот тогда вы имели право на меня голос поднимать. И матом крыть. Вот. Или еще такой момент. Например, они... Простулись в дороге. Но вы про это промолчали. Вот. Вот так вот. До свидания. А какое сейчас до свидания? Вот. Больше с вами желания иметь... Не имею больше никакого желания иметь дело. Я еще не все сказал. Так. Дальше я тоже немножко поднял голос. Вот. На него. И, получается, мы с ним расстались. Значит, вы уже поняли. Разницы между черенками хранением для себя и для него никакого не было. Поэтому интрига заключается в том, что сейчас мы с вами пойдем на кухню. Святая святых там, мои эти, холодильники. Значит, так. Я начну, наверное, назову это второй серией. Вот. Потому что он же сам, с обидой этот товарищ говорил. Я говорю, а что вы не это, не учились у меня? Ай, у вас там столько разговоров, столько разговоров, у меня нет времени. Ну, понятно. Значит, что-то где-то он упустил. Скорее всего, сроки прививки, скорее всего. Где-то, ну, в общем, 90% все-таки это вездесущие заморозки. Только сегодня я получил из двух нормальных областей России. Значит, в одном случае Дикий град, в другом случае все снегом опять замело. А сегодня уже какое число? Сегодня уже 25 мая. Вот. И у людей давно уже все это. Вот, запомните, в самый момент, да, мы всегда переживаем за цветение. Во время цветения мы теряем урожай. Деревья в это время, особенно абрикосы, абрикосовые деревья спят, почки спят, цветочные распустились, убило, а на следующий год двойной урожай ждем. Именно абрикосы. А вот, когда уже цветочные почки распустились, 2-3 градуса, 4, а еще, не дай бог, на слабенькой прививке, все, прощай, Вася. А ему так обидно было, он так обидно, что вот он постепенно себя накручивал, накручивал. Эх, жаль, вы не слышали этого. Злоба переполнялся, переполнялся злобой. Вот. Да, переполнялся так, что я сказал себе, успокоился. Вот. И сказал себе, я сейчас сделаю фильм и успокоюсь. Ну да, это будет уже следующая серия номер 2. Итак, вперед на кухню. Это тому, чтобы вы не расслаблялись. К холодильнику с серенками.